Доброе утро, дорогие зрители! Я уверена, что у вас есть уже определенные планы и думаю, что ничто не может их нарушить. Следующие несколько минут будут посвящены разминке, ведь именно с физических упражнений стоит начинать каждый свой день. Доброе утро, наши телезрители! И сегодня еще покажу два способа, как накачать пресс. Соответственно, эффективно. И поехали! Начнем с первого. Принимаем упор лежа. Ножки в коленях согнуты, ручки у висков. И поехали! Отрываем только лопатки. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Пауза. Это очень эффективный способ накачать пресс, потому что вы задерживаете вот это расстояние в три раза наверху и потом делаете отдых. И еще раз. Это стимулирует пресс еще больше накачаться, соответственно, эффект увеличивается. Поехали к второму варианту. Принимаем упор лежа. Коленки согнуты, ручки у висков. И задерживаемся вверху. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отпустили. Итак, делаем паузы несколько раз. Желательно в раз 30-40. И тогда вы почувствуете эффект и, соответственно, увидите результат. И появятся кубики. Всего хорошего вам и хорошего пресса. Рубрика «Этот день» любезно нам расскажет, что интересного произошло 24-го дня. С числа 7-го месяца. Я думаю, что эта дата богата на различные интересные события. Поэтому смотрим внимательно. Доброе утро, друзья. Сегодня 24 июля. В 1774 году, в этот день, в бою с турками, Михаил Кутузов получил тяжелое ранение и лишился глаза. А в 1790 году во Франции впервые в истории было документально зафиксировано падение медиарита на землю. Ирина Мирошниченко отметит сегодня свое 73-летие. Именины у Аркадия, Елены и Ольги. Не забудьте поздравить своих родных и близких. А прямо сейчас мы расскажем, что для каждого из нас значит связь с нашими мамами. Самым родным и близким человеком, который знает нас еще до того, как мы появились на свет. Я думаю, что каждый догадывается, что для нас это значит. Но психолог объяснит, как это выглядит с точки зрения науки. Наверняка вы все слышали выражение «тесная связь с мамой». А что же это такое? Мы побывали у детского психолога и задали ей этот вопрос. Очень хорошо, когда мама и ребенок привязаны. Ну, опять же, есть рамки, да, свои. То есть, ну, если, например, не каждый ребеночек может поделиться любовью обратной, это уже какие-то вот отклонения у ребеночка. Если есть в плане здоровья физического, физиологического, нейропсихологического, психологическом плане, то это, конечно, печально. Здесь нужен курс реабилитации, нужны курсы тренингов, занятий. Это бывает. Но в основном, в основном, ребеночек зависит от мамы. Это уже в плане эмоционально, в плане обеспечения. Мама для него – это все. Если, например, ребеночек чувствует тревогу мамы, и он как-то на это реагирует, это все-таки, это связь, наверное, скорее всего, телепатическая, да, вот вы имеете в виду. И она не объясняется, например, законами какими-то. Ученые к этому идут, это расследуется, это исследуется. Одни говорят одно, другие – другое. Но доказательства есть, что ребенок вот так чувствует маму. Несмотря на то, что каждому животному необходима ветеринарная помощь, в экстренных случаях мы должны быть осведомлены о некоторых болезнях. Прямо сейчас опытный ветеринар расскажет, как определить болезнь собаки. Степень определения болезни собаки зависит от степени внимательности его к своему питомцу. То есть первый признак – это отказ от корма, поведение, отклоняющееся от обычной нормы. То есть здоровое животное всегда весело, подвижно, активно играет, проявляет эмоции. Больное животное всегда стремится куда-то спрятаться, лежать, не реагирует на посторонние звуки, отказывается от еды. Также могут быть рвота, может расстройство желудочно-кишечного тракта быть. Вот такие отклонения. И может быть кашель. Вот может быть какие-то отеки, опухания, глаз. Это при аллергической реакции, допустим, жалющее насекомое укусило, сразу начинается отек. Отек – это тоже не весьма безобидная вещь. Если отек переходит потом, как у людей, на дыхательные пути, животное может просто вздохнуться. Поэтому чем внимательнее относишься к своему животному, тем быстрее обнаруживаешь отклонения в поведении. Летом женский гардероб пестрит особыми красками. Но прямо сейчас в рубрике «Будьте красивы» мы расскажем о женских футболках, которые, несомненно, могут стать ультрамодными. Самый популярный в моде трикодаж – футболка. Ведь ее носят многие модницы. Конечно, более активно девушки. Но и женщины постарше не остают, надевая ее со спортивным стилем или в комплекте с джинсами, дополняя элегантными вещами. Ежегодно дизайнеры пополняют ассортимент большим разнообразием футболок каждый раз, придумывая все новые способы, украсить их рисунками и фотопринтерами, экспериментируя с цветом и силуэтом, применяя все возможные декораторские приемы. Футболки давно плотно вошли в нашу жизнь. Их носят и женщины, и мужчины, и дети. Они бывают разных фасонов, предназначены для разных мероприятий. И на дачу, и на выход можно одеть футболку. Но знаете ли вы, откуда взялась такая мода? И вообще, как произошли футболки? Своё начало истории появления футболок берет на море. Первыми счастливыми обладателями такого гардероба являлись матросы британского королевского флота, которые носили футболки во время Первой мировой войны. Но данное мнение до сих пор спорно, поскольку некоторые ученые склонны считать, что первыми футболки носили американцы, а кто-то — французы. Официальной же датой ее рождения стал 1913 год. Создавалась тогда Т-образная футболка для американского флота, потому что была весьма удобной, не сковывающей движения одежды. В 20-е годы прошлого столетия футболка получила свое официальное название, а в конце 30-х ими заинтересовались крупные ритейлеры. В последующем футболки носили американские солдаты во время Второй мировой войны в качестве нижнего белья. Но после окончания войны они получили более шикарную популярность. А вот мода на раскрашивание футболок появилась лишь в конце 60-х годов 20-го века. Таким образом, футболка из просто предмета гардероба стала политическим или социальным плакатом. Вместе с надписями поменялась и ее форма, появились V-образные горловины, воротники. В 70-х годах на распространение моды оказали музыкальные исполнители. Ведь так было модно носить футболку с изображением своей любимой группы или певца. Причем это довольно внушительная статья музыкального бизнеса, пользуется популярностью и в наше время. Сегодня практически в гардеробе каждого человека имеется пара футболок разнообразных форм и расцветок с надписями и без. Долгое время особенность ношения футболок была присуща лишь мужчинам, но женщины быстро признали ее практичности и решили не отставать. Нынче футболка для девушек с зауженными талиями, вставками из кружев, необычными вырезами, украшениями, стразами, блесками, пайетками, лентами и другими аксессуарами пользуется большой популярностью как у зешего бизнеса и моделей, так и простых обывательниц. Благодаря своей практичности в чем-то обычности, но в то же время большому простору для фантазии и воображения, футболка стала классикой. И с этим невозможно поспорить. Даже если вы законопослушный гражданин и спите спокойно, потому что заплатили налоги, все равно иногда жизнь нас ставит в очень непростые ситуации, где без консультации опытного юриста не обойтись. Прямо сейчас мы расскажем об очень интересном вопросе. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Приветствую вас в новой рубрике передачи «Доброе утро. Вопрос к юристу». Я, Шагеев Алексей Владимирович, постараюсь ответить на все ваши вопросы. И первый наш вопрос звучит так. Можно ли предъявить иск к лицу, который на протяжении длительного периода времени не возвращает мне 150 тысяч тенге? Соговорка «Расписки нет». Отвечу так. Данный иск можно предъявить, только с учетом того, если это лицо, которое взял деньги в долг, на суде признает иск. Либо в данном случае вам нужен какой-то документ, подтверждающий то, что данное лицо брал эти деньги. В противном случае данный иск удовлетворению подлежит не будет. Уважаемые телезрители, звоните, дозванивайтесь, обращайтесь в редакцию «Доброе утро». Мы ответим на абсолютно любые интересующие вас вопросы. Друзья, мы снова на первом этаже торгово-развлекательного комплекса «Сити-центр». В самом лучшем центре эстетики и омложения «Мирлил». Пойдемте посмотрим, как девочки колдуют над красотой. Здравствуйте, Нурбуль. Здравствуйте. Я делаю короткую стрижку, креативную. Стрижки бывают разные. Бывают каскадные стрижки. У нас краска профессиональная. Ингола. Это германская краска. Шварскоп. Она очень хорошая, стойкая краска. Сидящая. Можно окрашивать седые волосы, она стопроцентная. Она хорошо закрасывает, хорошо стойкая краска. И еще мы используем разные маски для волос. Масла используем. Это лечебные маски? Это для укрепления волос, для улучшения структуры волос. И маски для секущих волос мы делаем. Горячее полотенце делаем. Горячее полотенце, что это такое? Горячее полотенце – это маска. После мытья делаем маску. И горячее полотенце мы обмазываем голову, чтобы она хорошо впитывалась в маску. Какой секс это дает? Это дает волосы более мягкие бывают, более шоковистые. Друзья, смотрите нас в следующих выпусках «Доброго утра». И вы узнаете еще много интересного, что происходит в центре эстетики и омложения Нерлил, который расположился на первом этаже торгово-развлекательного комплекса «Сити-центр». И сейчас нашу программу завершит прогноз погоды на выходные. Дорогие телезрители, смотрим внимательно и составляем планы на субботу и воскресенье. Друзья, вот и пролетела очередная рабочая неделя. Давайте все вместе проживем этот день, дотянем его до вечера. И уже завтра наступит долгожданная суббота, и мы будем все отдыхать. На выходные синоптики прогнозируют теплую, ясную погоду. Днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью до 22-23 градусов тепла. Встретимся в «Добром утре» в понедельник на ТТК-42. Ну что ж, дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня на календаре 24 июля, пятница. Осталось всего 8 рабочих часов, и мы объединимся с такими желанными выходными. Мне остается только пожелать вам всего самого хорошего и, конечно, приятных впечатлений. Всем отличной пятницы, хороших выходных, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова